очень хорошо всем привет я уже в эфире это первая лекция цикла сетевые протоколы в линокс вот я в этом семестре это буду говорить все я буду жаловаться вам всю неделю на это я в этом семестре читаю аж три спецкурса поэтому по всей видимости не ждите те кто видел особенно наши завсегдаты в youtube чеки те кто видел те кто видел лекции прошлом позапрошлом году похоже не ждите большой разницы потому что мне не хватило не хватит явно не хватит ресурсов на такую прям модернизацию все остальное вот значит отличие от прошлых годов будет в том что мы скорее всего нас скорее всего попросят немножко объявлять кто платит за монтаж вас это моя родная компания базальт из по вот она наконец решила что после не знаю 20 лет чтение новой лекции значит на деньги базальт из по в рабочее время она наконец решила хоть как-то к этому присоседиться вот так что возможно у нас будет логотипчик базальтовый и вот некоторые объявления но не более того то есть не думаю что скажем так лекции по теме сетевые протоколы в линус задание по которому вы будете делать с помощью виртуалок сделанных на базе продуктов сообщества альт линук стим я думаю вполне себе достаточная реклама да кстати если вдруг кто не знает меня зовут георгий курящий я как мы уже поняли одновременно сотрудник факультета и компании базальт из по а также член альт линук стим вот вот это тоже тимовский значок тут у меня вот все нынешние тысячелетия читаю на фокусе все возможные лекции в основном про юник системы линукс и питончик вот и вот у нас значит цикл про посвящен сетевым протоколам блин поводом для чтения этого курса послужила забавная довольно ситуация на входе на кафедре читался курс под названием архитектура даже не сетевых процессоров а что черни мушу тизаторов как-то так я не помню точно вот и он получился страшно обзорный потому что либо ты рассказываешь тупо про тонну конкретную железяку как она работает либо ты рассказываешь про все железяки одновременно в рамках спецкурса конечно это было очень тяжело вот и ко мне он подошел дмитрий валканов который читал этот курс спрашивает а нельзя ли вот тоже по линуксу что-то знаешь нельзя ли по линуксу про мушути зацию рассказать по линуксу про мушути зацию можно а что такое мушути зации да вот что имеется в виду в общем мы поговорили поговорили я сделал такой четыре часа лекций на эту тему мне даже самому понравилось это кстати плохой пример плохой примет что самому нравится но не важно вот а потом битвич говорит а слушай у нас так получилось что курс обзорный по нему никаких практических заданий ты можешь придумать практические задания подумал могу ну вот а еще через год я решил что четырех часов мало и вот у нас будет их 24 вот это к тому что у нас будет происходить у нас будет происходить некоторое поднятие постройку протокола теперь и пис уходом в разные интересные заколонки и на каждой из таких лекций будет домашнее задание которое нужно будет делать и отчитываться вот по нему домашнее задание будет состоять в запуске одной но на самом деле нескольких виртуалок организации между ними сетевого взаимодействия и формирование отчетов которые будете присылать роботу проверялки робот проверялка будет значит проверять вот кто в прошлом году был в 321 группе пытался сдавать практикум этому роботу проверялки тот же самый робот проверялка просто он умеет еще и такие вещи делать вот что еще могу сказать прежде чем начать бла-бла конкретно сегодняшняя лекция будет посвящена такому достаточно абстрактному обзору что вообще такое вот этот ваш стак протоколов вот который я в свое время изобрел он одно время длился 40 минут потом я туда добавил несколько бла-бла и стал дольше изобрел потому что когда я в свое время учился на факультете между прочим в лаборатории вычислил локальных вычислительных сетей не просто так я был на старших курсов я все равно не понимал почему стек протоколов каких протоколов стек почему стек что это что почему они друг на друге стоят где там начало где конец и мне кажется что если начинать изучать сети с каких-то страшных рассказов про поля пакетов алгоритм значит плавающего окна вот все вот это то вы смеетесь а у нас будет вот если с этого начинать то это будет выглядеть мы так и не поймем зачем все это нужно вас поэтому давайте себе вообразим ситуацию что никакого интернета нет есть компьютера эти компьютеры обладают какими-то странными а может быть еще даже не обладают но должны обладать устройством передачи информации а мы хотим не просто передавать информацию с компьютера на компьютер а придумать интернет то есть некий инструмент с помощью которого с любого компьютера подключенного к нашей сети передачи данных можно было бы передать информацию на любой компьютер подключенный к нашей сети передачи данных причем не какую-то абстрактную информацию а конкретную нужную нам описанную нами это такая макро задача которую мы должны решать вот и с моей точки зрения довольно очевидно что задача очень сложная она большая если пытаться решить так сказать нас на храпом как мы обычно делаем домашние задания дальше сесть на утро у нас сеть передачи на то ничего не получится ее надо разделить на этап эту задачу построение глобальной компьютерной сети можно разделить на кусочки последовательно но для начала мы вообще-то не знаем как с помощью чего эти данные при передавать нам нужно решить задачу как вообще не аккодировать эти наши нолики единицы и с помощью чего эти нолики единицы порожденные на одном компьютере могут оказаться на другом вот и эта задача организации среды передачи данных задача организации среды передачи данных как вообще все как вы видите в плане подзадачи делится на две части нижнюю вверх нижней части это разумеется изобрести саму эту среду ну с помощью чего до проводов два провода 4 провода витые по 9 по 4 витые пары да не знаю толстая медь радио радио не знаю почтовые голуби данные можно передавать с помощью почтовых голубей вот нижняя задача описать среду передачи как в ней вообще возможно передавать данные верхняя задача и это определить среди всех возможных вариантов кодирование тип кодирования что именно будет на наших проводах представлять нолик или единичку ну например есть напряжение нолик единичка нет напряжение 0 или это плохо например перепад напряжения это единичка отсутствие перепад напряжение это нолик или это тоже плохо потому что если у нас там все заклинило то мы передаем нолик или не передаем в общем непонятно нужно решить эту задачу носитель носитель кодирование вот таким образом мы опишем то с помощью чего и каким образом данные по сети передается правда мы еще не воткнули в компьютер мы только сказали описали решили задачу организации самой среды в этой среде кстати сказать забегая вперед могут быть какие-то специализированные устройства да там какие-нибудь коммутаторы шмомутаторы я не знаю могут зависит от того как мы решим эту задачу но сами компьютеры естественно к ней еще не подключены тогда мы должны собственно придумать как передавать данные по этой среде собственно как воткнуть компьютер в некоторых случаях мы говорим про то что у компьютера должен быть специальный интерфейс к этой среде сетевая карта грубо говоря вот и про то как именно два или больше компьютера будут пользоваться вот этой средой передачи данных для тоже придавать данные друг другу на этом уровне тоже видите нижний и верхний нижний уровень это собственно что есть данные как мы втыкаем в компьютер как мы формируем посылку эту самую да где у нее начало где конец вот это все что есть данные в нашей среде верхний уровень это в случае если к одной среде передачи данных подключено более 1 более двух абонентов как они вообще друг друга отличают абонент а хочет передавать данный абонент у ци абонент бы при этом там должен не должен подслушивать может подслушивать эту проблему эта задача тоже надо как-то решить способов решения этой задачи бесконечно много например все транслируют всем а потом просто выбирают свое или например там не не знаю у нас такие знаете вот в старые телефоны старые телефонные станции когда вы набирали номер почему номер надо набирать вы набираете нолик а там включается шаговый переключатель номер 0 и нолик этот десять раз щелкает а шаговый переключатель 10 раз переключается замыкает контакт номер 10 дальше набирайте там 3 потому что звоните в скорую помощь шаговый переключатель номер один дергает в три раза и замкает контакт номер один вот эти два контакта номер 10 номер один в сумме дают собственно доступ к вашему абоненту вот то есть фактически мы заказываем на время разговора со скорой помощью один конкретный канал данных никто по нему больше не разговаривает только в теории это называется сеть коммутации каналов вот у нас есть ограниченное количество каналов передачи данных и мы по каким-то правилам абонируем себя один канал между получать на отправителем туда значит пишем чо хотим читаем что можем а потом значит это обновление прекращаем вот другой вариант реализации связи состоит в том чтобы использовать один большой канал передачи данных достаточно большой чтобы в нем одновременно могли обмениваться данными сразу много абонентов вот но для этой цели нужно значит нарезать сам сеанс передать сам время передачи на какие-то кусочки вот каждый такой кусочек обозвать отдельным пакетом и сказать вот наши абоненты они закидывают в эту среду передачи данных по пакету дальше пакеты бродят приходят получать вот и все они это делают как-то по очереди вот это как-то по очереди это и есть задача верхнего уровня при организации процесса передачи как именно абоненты договариваются кто кому в какой момент данные по единой среде передач передаю случае коммутации каналов у нас каждый раз для связи используются отдельные каналы там все просто в случае коммутации пакетов нам приходится договариваться вот вплоть до того я думаю многие здесь присутствующих это знают что договариваться так ну кто не попадя когда не попадя что не попадя в эту среду бросает а если вдруг внезапно бросили одновременно подумает и еще раз носит вот реально есть такие протокол вот и так на уровне передачи данных мы должны дырг рассказать как устроены наши пакеты раз уж мы примем решение коммутации пакетов и какова дисциплина использование среды если абонентов много и надо значит эти пакеты казалось бы если мы уже подключили сеть компьютеру научились идентифицировать всех абонентов нашей среды передачи данных научились соблюдать дисциплину этой передачи то есть сделать так чтобы любой абонент захотел передать любому абоненту в конце концов передал казалось бы задача передачи данных решена более того некоторые сети из прошлых тысячелетий из прошлого века примерно так и были устроены они останавливались вот на этом на этом месте чего мы не сделали главного конечно мы не сделали главного мы используем все еще одну и ту же среду передачи данных фактически под единым администрированием с очень ограниченным ресурсом насколько абонентов можно подключить к одному изернет допустим коммутатор 24 48 это максимум больше они начнут друг другу мешать вот но самое главное мы все еще работаем с таким уровнем энтропии что нам известно кто подключен к нашим какие абоненты в нашей сети нам известно они все друг от друга все знают ну в общем это совсем не то что мы о себе придумали когда хотели построить глобальную компьютерную сеть поэтому следующий этап решение задачи построения глобальной компьютерной это объединение этих сред всех сред передачи данных в единую сеть и тут возникает целая куча всяких проблем ну собственно как обычно два класса задач низкого уровня и верхнего низкого уровня задач вообще говоря у разных сред передачи данных есть идентификация да у изернета есть mac адреса у а тема какой-нибудь есть эти самые номера их страшный вот не знаю у соединение двух компьютеров через два провода ничего нету потому что есть левая часть этого этих двух проводов и правая часть они так знают кто они такие если мы хотим объединить все это все эти среды передачи данных нечто единое нам нужно отдельно поверх грубо говоря мак адресу да поверх вот этого разработать какую-то общую систему идентификации всех этих абонентов причем такую чтобы она эта система идентификации работала даже в случае если мы в общем не знаем что творится на том конце земного шара мы только знаем идентификатор и нам нужно сделать так чтобы вот мы его знали чтобы мы могли знать что вот наш абонент действительно имеет такой идентификатор мы это узнали вот вот только что вот ну да и чтобы когда люди присваивают сами себе идентификатор они например не пересекаясь вот а то например случае эзернета и вообще в случае сред передачи данных есть такая тема и мы как-то в середине 90-х купили китайский эзернет карточки все с одинаковым адресом были вот знаете что самое смешное что это иногда даже работает там примерно раз в пять минут в силу того что там что-то просрачивается извините за выражение случается передача вот кого-то кому-то дальше включается очередная ну вот низкий уровень это идентификация а верхний уровень это обеспечение связности пока еще безо всякой гарантии понятное дело что мы не можем гарантии но мы должны наши вот это объединение всех сред передачи данных в единую глобальную сеть обмазать таким такой логикой чтобы если я пересылаю пакет от моего отправителя какому-то адресату который находится на том конце земного шара был алгоритм который позволит доставить отсюда туда это это нашу посылку какой он говорит опять же есть масса вариантов самый тупой вариант это связь всем всех со всеми она не работает вот поэтому как правило именно строится сеть то есть у нас есть среда передачи данных есть какое-то устройство которое подключено сразу к нескольким средам передачи через него передается данные за мной в другую потом значит нужно еще решить задачу а как если у нас эта цепочка такая длинная как оттуда вот туда передать вас тут наверное стоило не руками махать очень нарисовать давайте нарисую потому что иначе непонятно смотрите значит в чем задача дайте посмотрим может у меня уже есть готовая например от прошлого от прошлого года похоже что нету это неприятно ну давайте посмотрим нет это как раз единая среда передачи данных которая выглядит как свитч понятно да вот сейчас мы сделаем погромче но я думаю поняли о чем речь когда у нас есть есть несколько компьютеров вот которые одновременно подключены все вместе подключены к единой передачи данных вот у них есть уникальные номера вот у них есть некоторые дисциплины передачи всем сразу вот она широковещательный адрес и они собственно все знают друг про друга этот знает что есть абонент такой этот знает что есть абонент такой вот он посылает этому пакет и все хорошо так что нет это не то что я хотел рассказать так а что я хотел рассказать речь идет о том чтобы есть несколько сред передачи данных давайте мы сейчас нарисуем одну мы не будем рисовать в ней компьютер дать сразу облачка нарисуем облачка вот вот они разные то есть у них есть разные протоколы вас до внутренних этих сред несколько вот соответственно речь идет о том чтобы каким-то образом организовать передачу данных вот отсюда вот розовый цвет розовый цвет плохо видим вот вот отсюда вот сюда понятное дело что если точнее даже не так а с абонента который находится вот здесь где он тут компьютера вернись мне я хочу компьютер компьютер с абонент который находится вот здесь до абонент который находится вы видите понятное дело что ты давай вернись вот сюда и вот сюда вот понятное дело что в таком виде это все еще не работает да мы все еще должны решить задачу маршрутизации собственно вот так как здесь нарисовано решить нельзя у нас есть специальное устройство которые связывают наши среди передачи сети передачи данных вот собственно коммутаторы какие-то я сейчас попробую выбрать о можете зато шикарно так убейте всякие всякие нет слова туда пожалуйста просто можете за того я был прав я правильно ткнул вот значит у нас есть специальное устройство в каждой среде передачи данных причем их возможно возможно ну в количестве до специальное устройство которое занимается переброска информации из одной среды в другую ну вот сокращенец как наш постоянный наш постоянный слушатель сокращенец как и было предсказано троллинг говорит какой хитрый хитрый план по накрутке просмотров сначала смотрите эфир а потом еще смотрите монтаж потому что в монтаже будет интересней ну видимо да да значит мы не можем сделать вот так потому что в действительности у нас к эти среды передачи данных как-то связаны предположим они все-таки связаны как-то да то есть мы реально вот это сюда соответственно это сюда мы не можем сделать а можем а можем сделать только вот так вот и это допустим сюда и сюда связано ну и наконец вот это умеется на вот да когда я говорю про обеспечение связанности один из вариантов решения задачи вот такой при этом обратите внимание что мы например не знаем на этом компьютере каким именно путем пойдет наша посылка вот адрес мы знаем адрес вот этого ближайшего включенную в нашу среду передачи данных устройства но не знаем скажем адрес вот эту по него знает только вот это это означает что такой такой маршрут будет должен быть строится динамически но когда-то были такие организации сетей в которых например в каждом таком абоненте хранилась полная карта и он сначала вычислял маршрут по которому все должно идти а потом уже посылал от того-тому-тому-тому-тому так работали пересылка сообщений и переписал данных по протоколу юси пи там нужно было указать прям всю цепочку компьютеров через которых ты передаешь данный само начало ну вот вот это возвращаясь к нашему разговору это наша значит задача номер два обеспечение связанности сети в данном случае связанность понимается как возможность до передачи на либо на основании знаний маршрут или на основе построить него вот мы все еще говоря про вот эти задачи говорили про говорили про посылку каких-то совершенно абстрактных данных про то что такая возможность есть у нас есть какой-то пакет случае если мы выбрали коммутацию пакетов и этот пакет должен это отправить или дайте получателю что в этом пакете лежит мы никаким образом не трогали проблема стоит в том что неважно что там лежит в этих пакетах важно то что наверное в одном пакете не содержится все данные которые мы хотели переслать и вообще говоря нам нужно на следующем уровне и решать проблему ну например ценности передавали то есть вот у нас есть файл мы этот файл превратили в последность пакетов он уехал получателю получатель получил последность пакетов превратил файл это вообще тот файл или не тот может они там по дороге пропали некоторые или удвоились такое тоже бывает вот причем опять таки как мы знаем из курса сетей есть ситуация при которых нам ничего проверять не надо если у нас данных так мало что они влезают в один пакет то есть в одну датограмму в эту датограмму послали приняли контрольную сумму проверили все хорошо но если речь идет о том что мы пересылаем достаточно большой поток данных который точно в один пакет не влезает нужно думать о том чтобы как-то управлять потоком вот этим и у этого потока в естественно есть требования цельности последовательности между прочим пропускной способности потому что допустим если с одной стороны абоненту фигачит там мегабайты все эти с другой стороны там абонент где-то посередине есть есть устройство передачи которая передает только килобайты остальные мегабайты куда денутся это не резиновая нельзя закачать туда гигабайт а потом неизвестно откуда по килобайтику сцеживать вот и это вторая задача вторая задача это управление потоками чтобы те данные которые передаются никуда не исчезали не вызывали 90 процентов переполнения и так далее вот а еще развлечение потоков потому что когда мы заходим на любой сайт мы на самом деле даже если мы заходим на сайт не говоря уже про более сложные протоколы одновременно передаем сразу много объектов картинки тексты какие-то управляющие потоки ну короче говоря при подключении реально в реальном мире при подключении одного устройства к другому по определенным протоколом например хттп мы одновременно передаем сразу несколько потоков данных и совершенно непонятно как их различать если у них одинаковый отправитель одинаковый получать ну как в той истории про дешевые секундные стрелки дешевое повидло но был очень дешевый вагон секундных стрелок вагон повидло продавался продавался оптом вот а дешево они продавались прошение в дороге уже успели перемешаться вот так и здесь примерно да значит вот чтобы мы отличали секундные стрелки от повидло при этом отправить или получать у них одинаковый нам нужно различать эти потоки данных задача решается на этом смотрите осталось последнее мы уже научились подключать компьютер к среде передачи данных объединять среды передачи данных в общую сеть обеспечивать цельность надежность и идентификацию потоков данных внутри которых за счет эти данные передается осталось только сами данные придумать что это такое да осталось только их интерпретировать ну потому что ну вот какие-то байтиками нас идут что это за майки это хттп или это там не знаю какое-то видео вот или еще что-то мультимедия какая-то вот тут опять таки есть задача верхняя нижняя верхняя задача это собственно сама интерпретация то есть мы запускаем конкретную сервис там службу видео проигрывать или не знаю веб-броузер который интерпретирует эти данные но еще операционная система точнее наши наши железяка который эти данные приняла должна как-то понять какой именно интерпретатор запускать и как до него эти данные добросить вот тоже верхняя и нижняя задача вот мы получили пять таких уровней на которых мы решаем задачу передачи данных между компьютерами вот и который приводит построению глобальной компьютерной сети вопрос в зал никто ничего в этих пяти уровнях не узнает это такой конечно секрет по решенели риторический вопрос но вдруг кто-то все-таки не сразу узнал а потом догадался да значит это тот самый а пяти уровневый степь и пи который в компании циска почему-то считает четырех уровнем вот я даже знаю почему вот значит я знаю почему компания циска считает себя пить четырех уровнем потому что уровень аппаратный он кажется так и называется аппаратный физикал нитворк интернет транспорт аппликейшн вот значит физикал и нитворк уровне очень часто перемешиваются мы об этом будем говорить следующая лекция там очень сложно вот эту вот независимость соблюсти с точки зрения компании циска понятное дело она занимается сетевыми устройствами и поэтому ей вообще все равно какие там провода нет никакого интереса самое главное нет никакой возможности почти никогда никакой возможности управлять какие провода подключили такие будут вам в общем все равно работает и не трон поэтому как правило вот эти первые два уровня смешиваются вот физикал физикал и нитворк аксес кстати у тонн балл называется data link то есть как раз буквально уровень подключения связи связи с помощью данных вот и так далее значит нокий да теперь справедливости надо сказать что есть такая более теоретическая модель которая называется модели с оси про которую есть два мнения первое мнение что я всегда упоминают во всех учебниках по сетям для того чтобы унизить как-то авторов моделей с оси потому что в общем ее и существует как бы полторы настоящих реализации больших вот второе мнение что с точки зрения теоретически она конечно более правильная потому что она разделяет некоторые вот если посмотреть на эти семь пунктов мы увидим в них некоторые под задачи этих самых наших общих задач которые я лично назвал верхними низами вкинул в одну вот наиболее интересно интересен в модели с оси уровень представления вот например ну раньше думали когда они это делали они думали что там какая-то кодировка там знаете вот в одной компьютер в одном кодировке другой в другом кодировки текстом перекодировать это конечно наивность а вот шифрование вообще говоря это протокол непредставлений который должен происходить уже после того как открыть сеанс и в современном мире довольно много в тси пи пи давно много проблем именно с тем что в нашем случае шифрование происходит до сеанса ну например при установлении сеанса нам надо вот обмениваться секретными всякими штуками ли не надо если надо то кто их будет шифровать эти секретные штуки из шифрование еще не включен ну вот это вот мы об этом тоже поговорим свое время такие дела вот у меня тут написано шоу с голубем написано шоу с голубем сейчас сделаем шоу с голубем значит давайте я попробую объяснить все это же то же самое машинерию сокращение говорит что рано что шоу с голубем ну по плану рану мне хочется вы понимаете дорогой сокращение с мне кажется что если я покажу шоу с голубем там будет очевидно матрешка с протоколов а потом к этому вернемся давайте я попробую сегодня с него начать и так что у нас есть у нас есть у нас есть на самом самом начале у нас есть пресловутый носитель носитель наших данных давайте посмотрим как выглядит носитель вот это носитель на крите он несет на мат значит этот носитель что там такое несет у этого чего то что он несет есть всякие идентикационные номера и в общем внутри него еще чего-то внутри ничего ничего трудно догадаться что там вообще происходит все что мы знаем что мы выбрали носителя данных под названием голубя он летает между одной голубят край будет тут написано номера голубятин вот туда и сюда летает туда и сюда летает перенесет значит обратите внимание у libro как фрейм а внутрь фреймы пакет это так слова вот вот он не носит этот фрейм от одного100 другой там под потом он передаст там другом голубе он поднесет в третью глубять ну и так далее то вот уже другие среда передачи данных того данная среда передачи данных ограничивается достижимостью голубей из нашей воды вот при этом может так случится что среда передачи данных вот там фрейм такой а голубь у нас маломощный и он целиком пакет вот не влезает во фрейм вот эти пакет большой вот если голубь маломощный а где он тут ну вот вся 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 ладно короче голод значит если наш голод маломощный как видите придется распилить пакет на части вот видите первой части 2 вот при этом понятное дело общение между двумя между двумя этими самыми происходит также вот между меня голубятни но вот приходится значит фигментировать их ну вот и это значит уровень номер один уровень носителя и среды передачи что происходит на соседней голубятни вот она входящий получила соответствующий пакет вот вот этот фрейм с пакетом мы его получили теперь нам надо достаточно вытащить оттуда сам пакет вот он потому что собственно больше нас не интересует в этом в этот момент мы поднимаемся на уровень выше на уровень собственно сети уже не только не только среды передачи данных на сети и на уровне сети мы должны решить задачу маршрутизации мы мы читаем вот это куда и от кого смотрим на это куда понимаем что это не не в нашу голубяль не куда-то дальше принимаем решение маршрутизации помните картинку куда пересылать заворачиваем обратно в пакет в фа фрейм и с голубим присылаем соседний голубей получили фрейм посмотрели выяснилось что этот пакет предназначен нам адрес куда соповождаю с наш взяли вытащили из пакета его содержимое и вот такого содержимого у нас в количестве вот они значит вот что это такое это не что иное как следующий четвертый уровень фрагмента нашего не элемента нашего потока данных внутри потока данных они все как видите пронумеров на 1 2 3 4 5 их там больше вот и мы их можем взять и сообразно тому чтобы проверили надежность и цельность потока собрать их в единый объект вот вот тут уже возникает проблема потому что эти объекты они довольно сложные на прикладном уровне их надо как-то интерпретировать мы их не можем вот взять просто перенаровать эти объекты и сложить в единую ну в единую какое-то решение нашей задачи вот они вот выглядят вот так да вот нам приходило этих объектов здесь вступает уже в игру собственно прикладной уровень уровень который интерпретации всего этого и он из этого пазла собственно складывает результат вот который свою очередь там ну вот получается вот это вот я намерен начал с голубя чтобы было смешнее но в принципе это так работает вот у нас есть некоторая задача которую нужно решить у нас есть прикладной уровень который интерпретирует какие именно данные и какой смысл имеют наши данные и как их сервизовать как их превратить в цифру дальше уже превращенный в поток наши данные в виде одного или нескольких потоков отсылаются вот этот поток отсылаются по очереди через следующий уровень в пакетах каждый пакет при значит проходит через соответствующий среду передачи данных заворачивается во фрейм этот фрейм наш носитель несет вот и обратно вот собственно вся вся картинка вот кстати сказать я не придумал где здесь уровень представления но видимо вот вот это вот разные представления есть поэтому нет 5 уровней те самые 5 носитель параметры среды маршрутизация идентификация поток интерпретация все вот и вот теперь я думаю можно приступать к тому что это таки матрешка вот значит да возможно надо шоу с голубя оформлять в виде презентации мне это сегодня в два часа ночи пришло в голову но вот смотрите что мы что мы наблюдаем какой эффект первое вообще-то в идеале эти уровни независимы именно поэтому говорим про стек протокол в не идеале в real life они конечно там зависимости довольно много вот но в идеале они независимы это значит что отмаживать какую-то логику работы конкретного протокола можно вообще вообще без соседних уровней типичный пример вы пишете его сервис как он пишет всего сервис вы пишете программу которая читается стандартного года и пишет на стандартный вывод все у нее есть какие-то командовать команды и даете она что-то делает что-то вам отвечает вот ты это вполне себе протокол предколотного уровня которым просто приляпывается к этому стандарту стадоста дину приляпывается песок и вот вам транспорт песок и при этом уходит в айпи вот вам сеть айпи при этом заворачивается в ethernet фрейм вот вам среда передачи данных туда-сюда вот и это второе свойство нашего стека протоколов почему наш постоянный случайность сокращение с называет это матрешкой потому что каждый раз при переходе на более низкий уровень происходит инкапсуляция одного или части фрагмента пакета более высокого уровня в пакет более низкого а при передаче на верхний набор декапсуляции мы с ним и убираем у меня тоже несколько раз показывал да вот мы это видели вот этот вот процесс вот этой инкапсуляции а вот от декапсуляции это более низкий уровень там больше данных мы убрали идентификаторы уменьшение не нужно меньше данных мы ближе к сути вот это второе свойство ну вот это мы уже проделывали этот путь мы уже про это говорили про то как сначала вот она фрейм прощается в пакет определяется маршрут превращается брайм на фрейм пересылается дальше прощается в пакет потом в конце концов когда мы дошли до цели мы уже начинаем заглядывать что внутри пакета вот тем не менее разумеется вам при лайфе все не так просто как в теории и между уровней между уровнями части частично бывает обратная зависимость про зависимость между аппаратным уровнем и интерфейсом я говорил ну смотрите у вас есть сетевая карта которая умеет работать как гигабит и как 100 мегабит если с той стороны у вас от нее есть карта который работает как 100 мегабит то все остальные карты в вашей и басом изернете внезапно начнут работать как 100 мегабит вообще говоря 100 мегабит это свойство среды передачи данных это вообще-то несущие с другой стороны они должны как-то договориться чтобы договориться нужно какой какой-то мозг который бы вот там какие-то сигналы посылал и дальше как-то выяснял что у нас там все устройства поддерживают гигабит решить эту задачу без смешивания уровня среды и формата передачи данных и подключения к компьютеру нельзя надо сначала договориться вот ну и вот такого безобразия довольно много вот еще одна такая интересная тема она правда очень изящно закостылина и вот это алгоритм определениями и максимум трансфер юнит что у вас есть разные среды передачи данных с разным размером фреймов пробуйте мы видели вот вернемся к нашему к нашему малахольному этому вот вот видите вот если мы засунем в нашу среду передачи данных пакет и у нас это сильный носитель он этот пакет влезет фрейм он отнесет а если носитель слабый факт пакет придется фаргментировать он будет летать два раза причем как здесь на картинке видно довольно много дополнительной информации фон во фрейме соответственно фрагментация а еще хуже если этот пакет не пополам делится допустим у вас пакет 600 байтов 500 сколько там забыл 40 20 не помню здесь не помню короче сколько влезет в первый пакет еще 10 поэтому во второй фактически вас трафик увеличится в два раза вот поэтому существуют такие вот костыли между уровнями в данном случае даже между интерфейсным и транспортным которые выглядят следующим можно нет все-таки интерфейсным и и айпи который выглядит следующим образом мы говорим так никогда фар пакета не сфрагментируем 1 секунду а когда мы фрагментируем возвращаем ошибку дальше мы уменьшаем размер смотрим а этот пролез и если он пролез мы только делаем да да но фрейм он у него даже минимальный размер довольно приличный на каждый фрейм дергается не в два раза конечно увеличится количество данных но на каждый фрейм в соответствии железяки дергается целый стек который обрабатывает именно конкретно этот фрейм в общем затрата на обработку двух фреймов не то чтобы в два раза больше чем затраты на обработку одного фрейма но около того да вот для тех железя которым не нужен контент там реально в два раза больше будет и только сам контент ну там время передачи будет чуть-чуть поменьше вычислительные затраты точно будут почти двойные вот ну и так далее вот еще один такой legacy что у нас в понятие порт который в цепи служит для организации поток внезапно она уже используется для определения прикладного уровня там 80 портах и ттп не соблюли вот независимость вас из-за этого вы можете например взять и сказать у меня тут 80 порт пожалуйста не 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 лочьте не лочьте мне 80 порт у меня веб-сервер я даю по 80 порту красивые веб-странички а на самом деле запустить там нельзя ссх есть такой проект называется corkscrew вы делаете такую хттп страничку одну но если с той стороны абонент приходится протоколом ссх то там дается сходост очень удобно вот значит что касается современных тенденций то все еще как это сказать не определеннее потому что есть такая штука как закон больших чисел когда у вас выясняется что ваши среда передачи данных супер хорошие вам не нужно вся вот это вот постоянное обмазывание контролем ошибок вот этим всем а если нужно то можно поднять куда-нибудь на самый высокий уровень там вот в конце разобраться вот зато вам нужно оперативно перестраивать ну не знаю архитектуру топологии вашей сети или назначение или приоритеты того чем вы пользуетесь или еще что то короче говоря есть целый класс исследуемых сетевых взаимодействий которые называются программно определяемые сети которым кстати сказать у нас на кафедре довольно активно занимается вот ну давайте почитаем википедию ситуация когда у вас все это просто такой вот носитель всего вроде как работающий а все все интересные задачи решаются программ вот еще интересная тема про закон больших чисел и это люди которые работают с реальными сетевыми устройствами вот сидят в дата центрах или там в коммуникационных центрах эти люди могут на полном серьезе говорить ребята вот у меня есть задача есть и себе трафик дам полный дамп тси пи и нам нужно из этого полного дампа тси пи вынуть определить сколько в нем не достает пакетов я как чак так сказать воспитанный на тюрьгу ли чувак тси пи в нем вообще-то когда этот протокол с подтверждением ну то есть если у тебя не достает пакетов тси пи он не дойдет до конца нет у тебя полного дампа тси пи в котором нет пакет он будет пишет нет вот видишь дамп в нем нет ну потому что там что-то сглючилась с системой системой которая снимает эту информацию что-то заглючил системы хранения где-то там был переполнение будет короче real life настоящая железа вот и когда этого у вас очень очень много внезапно все проблемы решаются по-другому вот поэтому то что а то о чем мы с говорить это так сказать очень комфортное условие когда у нас там несколько штук возможно десятка впускай даже сотен но именно штук теперь соединений обычный линокс машины ну вот это все еще одна тема который мы не будем касаться в этой в этих лекциях и эта тенденция все засовывать хттп но если кто видел какой-нибудь не знаю гмл тут понимает о чем у вас есть один единственный протокол http в котором у вас есть свои собственные сервисы которые отдают по какому-то еще более внутреннему прикладному протоколу какие-то страшные штуки эти страшные штуки запускаются у вас на брозере они там работают они сами по себе тоже реализуют какие-то протоколы которые прямо через тот же самый хттп лезет обратно вот это вот вся машинерия она с точки зрения наш нас вот вот наблюдающих это со стороны как сетевой протокол будет как обычных хттп ну который просто читать нельзя он не является хттп да там какие-то страшные блога данных пересылаются в том числе приложение вот это конечно тема такая очень глубокая люди там firewall роют специальные так называемый firewall 1 это термин для защиты один почему-то это термин для firewall который залезает внутрь вот этого вот всего внутри хттп и там наш хозяин что-то всего этого мы делать не будет вот с этими ограничениями я постараюсь мы постараемся порулить со стороны линукса всем тем чем линукс умеет рулить понастраивать всякие штуки значит там туннельчики а пишник вот это вот что нам для этого понадобится нам для этого понадобится виртуализатор какой-то значит с прошлого года открылась проблема сразу скажу да пользуем значит пользоваться мы будем виртуалбоксом потому что в виртуалбоксе как мы это узнаем буквально на следующей лекции или через одну супер простой способ объединения виртуальных машин в произвольную топологию сетей просто супер простой вы говорите сеть называется так то все все машины подключенные таким-то интерфейсом к сети который называется так то находится в единой среде передачи данных который называется так все ничего нет это самый простой способ поэтому пользуемся виртуалбокс у виртуалбокс есть одна проблема виртуалбокс на маках с процессором м1 м2 м3 умеет эмулировать только образа сделаны для архитектуры м1 м2 м3 вот и даже у нас есть такие дистрибутивы но для того чтобы мне сделать еще один образ не под x864 а под этот самый м2 мне нужно чтобы у меня был мак с виртуалбоксом и вот это вот все у меня его нет поэтому значит либо старайтесь найти винду или линукс в которой будет в которой будете запускать виртуалбокс либо посмотрите владельцы маков посмотрите в сторону вот таких поделий они называются лима и ги ги тут ну вот вроде бы это полный виртуализаторы если внутри этого полного виртуализатора можно запустить какую-никакую убунту все в это будет можно вы запустить виртуалбокс и дальше мы сводим задачу предыдущий и кто морщится говорит что это значит сложно и значит лишний уровень косвенности я тоже так делал знаете почему у меня есть сервер в котором если кто-то в прошлом году участвовал в спецкурсе разработка под линукс я даже выдавал аккаунт на этом сервере базовая система виртуализации это куему виртуалбокс под куему еще неделю назад запустить было нельзя говорят уже можно есть какие-то фанаты которые сделали виртуалбокс с бэкэндом с куему вот но это другой продукт это реально не 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 сам виртуалбокс соответственно я не могу на этой машине когда я сижу на работе тестировать наши вот и сетевые все эти штуки что я сделал я в этом куему сделал виртуалку в которой поставил виртуалбокс этот виртуалбокс там работает так что нет это вполне решаемая задача единственное что вы можете что вы действительно потеряете что я сильно подозреваю что полная виртуализация полная эмуляция которую эти сервисы вам предоставляют понизит немножко понизит быстродействие но как мы с вами увидим буквально сейчас в действительности там очень очень маленький образ с очень небольшой вычислительной нагрузкой и кажется мне что я запускал ради эксперимента не помню где именно под полной виртуализации полной эмуляции в общем она работа что нам понадобится для начала для начала нам понадобится собственно виртулбокс чистенький вот мы скачиваем образ виртуальной машины вас обратите внимание что я скорее всего если успею я скорее всего обновлю потому что это образ из прошлого года я их обычно чину ничего нет с ними делаю вот кажется тут был скрипт если не тут то я его публикую скрипт для скачивания с mail.ru вот он который можно прямо из командной строки скачать если вы не хотите на все это глядеть но если хотите глядите вот как видите он занимает 238 мегабайтов небольшой я кстати три года назад вот когда первый раз отказ читал провел опрос игру какой у нас будет виртуал очка с гуем то есть графическим интерфейсом или чистка онлайна с графическим интерфейсом значит она будет занимать 2 гигабайт очистка манами ну там мегабайт 300 народ такой мегабайт 300 к онлайн только хардкор люблю тем более что мы в действительности не будем либо совсем вообще не будем либо почти не будем тыкать во все эти инструменты настройки которые работают из графического интерфейса потому что в линуксе их сто пятьсот разных и все разные учить как выглядит там какая-то кнопочка абсолютно бессмысленно в другом графическом окружении она будет выглядеть по-другому в другой системе настройки сети она будет выглядеть по-другому и в общем это это тупиковый путь а мы с вами будем работать прямо с базовыми утилитами которые так или иначе используются для этого дела вот давайте мы ее я же один раз скачал ну а значит давайте мы проэкспортируем в принципе можно проимпортируем точнее можно импортировать прямо отсюда а можно сделать это из команд-лайна давайте я ради прикола сделать из команд-лайна только она называется 21 вас а значит для тех кто работает с виртулбоксом и команд-лайн значит команд-лайн от виртулбокса писали инопланетяне причем не гуманоиды и у них не просто диагностика вашего команд-лайн а название полей переведены на русский то есть если я вот вот это аляс мой линуксовый который представляет локальный английскую если это уберу то локаль будет русской если так сделать то у вас так и будут название полей внутри конфига виртуалки на русском языке я не знаю как это у них работает вот поэтому буква c в общем импортируем операционную систему successfully вот и вот мы запускаем виртулбокс там организуется групп под названием linux network 2024 и в этой группе будет единственный единственный образ под названием alt минимум который я вообще-то не рекомендую запускать я потом расскажу почему это будет следующем задании чуть ли не следующего раза но именно сейчас ему надо будет запустить почему потому что ваше домашнее задание по этой лекции будет стоять в том что вы его запустите отстань противное отстань противное вот вы его запустите скажите скажите ему по рут пароль рута рут не делайте так никогда в реальной жизни но это виртуалка вот сейчас я скажу что нужно еще сделать в домашке ну видимо все хотя я на мой я здесь поправлю надо еще сделать команду которую мы не знаем но мы ее узнаем вот так вот айпи и вот этот скриншот сделать где там отпусти меня тэк снапшот это что это не то в ее тэк скриншот вот не будет скриншота снапшот скриншот это картинка с экраном снапшот снапшот это копия текущего состояния самой виртуальной машины с которой можно установиться я могу в следующий раз даже рассказать как у меня работают скрипты которые я орудую с бешеной скорости на лекции потому что я вот так не делаю на лекции у меня там специальные запускалки вот вот этот скриншот вот он вот его то вы пришлете вот по этому адресу вот по этому адресу обязательно в тексте письма должно быть снова linux network 2024 не тексте в теме потому что робот по этому принципу их перекладывать обязательно в письме укажите кто такой все группа чтобы попасть в систему проверки вот это будет домашний зад нет 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 была идея указывать это в теме но я забил на это лучше уж напишите я руками оттуда перепишу вот значит что-то я еще хотел рассказать про virtual box а может быть и ничего давайте посмотрим я же это же я же его запустил нет забудьте про существование в конфига их конфиг это из из прошлого вы хотели вот это там сейчас не настроена никакая сеть поэтому разница невелика между айпи айпи link он просто не покажет тех адресов которые все равно не покажет сеть сейчас не настроен и мы будем настраивать мы для этого сюда пришли будем настраивать сеть linux в числе прочих значит ну видимо все да давайте его задавайте вопросы ваш потому что потому что план мы вроде бы вы или весь я мало рисовал в нем вопрос слушайте ну я наверное где все хочу сделать но что-то как-то каждый раз ведь каждый год я модифицирую вот она будет в лекции она будет она будет в видео видео но точно будет можно даже вот сюда тайм-код вставить вас вот мы можем поставить сюда тайм-код где он вот вот сюда поставим там вот я видите сегодня пропалил главный point show с голодом да еще вопрос а что такое докер докер это система изоляции отдельных приложений в рамках одного и того же ядра вот чего то ли точно мы не хотим делать это пытаться настроить внутри двух кон докер контейнеров сеть частично виртуализированы вот поэтому у докера примете докер с одной стороны очень технологичный инструмент технологичный инструмент для решения ровно той задачи которая сказал а с другой стороны не пригонит больше ни для чего попытка его использовать вместо виртуалов приводит к тому что люди тратят на это время потом переходим на виртуалки вот еще вопросы окей значит мы сегодня уложились но я правда мало рисовал у меня было в планах еще что-то рисовать я забыл мы сегодня уложились быстрее чем планировали да у нас сначала во сколько в 35 до осталось 10 минут но давайте давайте мы не будем тупить потому что я правда не знаю про что еще рассказывать вот а знаю тут написано вот так так вот сегодня мы это успеем давайте я сразу покажу как сразу покажу во первых как делать рабочую виртуалку из этой штуки а во вторых расскажу частично почему ее вот эту самую альт-минимум настраивать не надо а надо из нее делать клон значит поскольку в наших задачах обычно будет две и больше виртуалки мы вот этот альт-минимум вообще не трогаем оставляем его в качестве такого шаблона из которого мы будем клонировать и делать другие копии виртуалок и уже из них из этих клонов делать какие-то какие-то конфигурации как это делается эти овечку клонировать вот здесь надо обязательно накликать пункт сгенерировать новые mac адреса помните мою жалобу правда а сетевые карты одинаковых адресами вот не надо так делать надо обязательно здесь сгенерировать новым адресом более того надо включить экспертный режим и заныкать и за накликать кнопочку связанные клонирование что такое связанные клонирование вот эти 230 мегабайтов копируются вообще не будут вам создаться новый пустой маленький 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 маленькая виртуалочка который будет содержать просто разность между между альт-минимум и вот этим клоном назовем его допустим обычно это первая верталочка называется сара две вещи включить только в обратном порядке сначала нажать этот самый экспертный сгенерировать новые mac адреса и включить связанный клонирование готов это делается вообще мгновенно потому что повторяю там нету ничего второе что нужно сделать когда вы склонировали это поменять ей ком порт где тут ком порт не здесь давайте посмотрим настройки вот значит что касается компортов об этом подробный разговор будет на следующей лекции но у всех машинных склонированных из нашего прототипа от минимал будет ком 1 ком порт который первый системе доступен по сети по вот этому порту то есть вы можете просто грубо не ткатом принят катиться к этому порту и увидите консоль сериал сериал консоли вашу левикс проблема стоит в том что порт надо каждый раз менять если у вас будет две машины обе из которых значит вроде как сидят на 2000 на порту 2300 одна из них просто не запустится поэтому когда вы что-то склонируете ну скажем первую машину пускай будет 2301 вот и это тоже надо сделать все теперь эта машина готова к эксплуатации ее можно запустить я бы даже сказал не так давайте мы выключим а поздняк а нет не поздняк можно можно вот так выключить только не так вот давайте мы попробуем запустить запустить без без консоль бену то есть с одной только серийной консоли так это мы уберем ща вот она и срывы вот она запустила ее без головы вот она с помощью даже это не нет ката сокат приконнектилась консоли и мы сейчас видим что мы видим консоли от загрузчика это вот я не знаю было у вас в курсе операционных систем последовательной загрузки загрузчик в bios вторичный загрузчик загрузчик на диске ядро вот этот загрузчик на диске он же вторично мы здесь можем выбрать варианты загрузки правда их тут нет ну вот то есть в данный момент у нас работает virtualbox графический интерфейс не к нему не работает вообще вот он загрузился тут есть одна маленькая бага который никак поправить не могу потому что это надо прямо автором дистрибутива они автор дистрибутиру вот в этот момент выключают диагностику которая идет на консоль потому что они не хотят чтобы она шла на графическую консоль тоже сделать так чтобы здесь и нашла туда не шла не пока не могут ну вот и тот же самый root root что это а я знаю что это у меня есть скрипт который подготавливает когда я обновляю виртуальную машину который подготавливает ее к публикации он этот скрипт стирает все ненужное в частности он стирает всю историю шелла вот до ровно до этого места видите ножницы отрезали так что еще о ведь как красота она еще цветной у меня ну вот такие дела значит соответственно рекомендуется даже не запустить этот самый альт минимум а вот так его склонировать с этими двумя пунктами накликать перегенить мак адреса и сказать связанное клонирование запустить именно его сказать там ip-link и вот на этом этот скриншот прислать вот такие дела вот теперь наверное можно опять и всем путаю какая букву большая какая маленькая вас все вот значит более подробный разговор об этом всем будет следующей лекции еще вопросы значит смотрите владельцы маков если вдруг у вас получится накликать вот в это и в это я бы просто был очень благодарен все вы были благодарны все остальные блага владельцы маков были благодарны короткой инструкции как это сделать как вот сюда поставить linux а в него поставить в ртулбу так еще вопросы если нет то тогда всем спасибо мы значит с некоторыми из вас встретимся завтра на завтра еще две лекции на разные темы вот а с некоторыми из вас встретимся через неделю на следующей лекции посвященной сетям тут меня сокращение спрашивает почему шатдаун и паверов не знаю привык наверное можно и паверов все